Инициатором поправки Сторонники поправки главы правительства считают, что он, глава, проявил этим А. Политическую грамотность В. Общественную сознательность В. Идейную дальнозоркость И. Г. Правительственную мудрость Карелы и вепсы – это титульные народы И если мы в республике не сохраним эти народы, то в ближайшее время мы можем их записать в Белую книгу народа Противников идей также смущает дополнительное финансирование на закон Ведь статус государственного языка определен мировыми стандартами Статус государственного предполагает и экзамены, и обязательное обучение, и бланки, и в суде Любой чиновник, учитель, журналист, юрист, общественный деятель или торговый работник Должен, если это госязык, свободно говорить на нем Немалых затрат потребуют те же информационные таблички, как внутри, так и снаружи зданий Так сторонники идей призывают охранять нацменьшинство Хотя в нашем обиходе чаще с великим и могучим соседствует английский Он стал почти государственным негласно, когда на русского человека упали настоящие родные деньги в виде русского доллара США Впрочем, сторонники идеи подчеркивают формальный характер такого шага, указывая на переходный этап овладения карельской грамотой Никто никого не будет заставлять Это больше всего будет даже моральным, психологическим фактором дань уважения карельскому народу Уважать карельский народ надо по-другому Упорствуют несогласные и призывают потратить эти же деньги на создание языковых школ, повышение зарплат учителям национальных языков, приобретение книг и методик Также противники карельского госязыка недовольны политической подоплекой дела Поправка присуждает не только статус в планах создания национального совета в недрах парламента А это еще одна бюрократическая структура, да не простая, а с возможным требованием льготных квотированных мест только по национальному признаку И это при том, что карелов в Карелии всего 80 тысяч, а носителей языка и вовсе только 40 тысяч Это нужно нескольким десяткам человек, представителям национальной элиты, которые хотят поднять свой статус Я им подыгрывать не хочу, они и так уже наездились по всяким там Будапештам, Нью-Йоркам, Женевам и Хельсинки Представляя свои народы, о чем народы эти не знают Ни один раз, ни один работяга не ездил никуда, вот сплошная вот эта элита ездит Пусть сидят на месте, пусть лучше в карельской деревне почаще ездят Может быть тогда их хоть там выберут, а то они все время в карельских округах проваливаются А пытаются говорить от имени всего карельского народа Национальный вопрос, как известно, один из самых спорных Депутаты так и не договорились, а народы не спрашивали Референдума, как и с российским гимном, не случилось